Дорогие наши читатели, мы с большой радостью поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы все в ожидании больших новогодних каникул, ну и, конечно, мы очень надеемся, что вы придете за новыми книгами в нашу библиотеку и найдете, что себе почитать. И сегодня я с большой радостью представляю вам книгу, которая только что появилась в нашей библиотеке. Многие из наших читателей ее очень ждали и заказывали. Это книга из цикла книг Бориса Акунина. И, в принципе, в какой-то мере это продолжение фондоринского цикла. И называется она «Просто масса». Это, как вы помните, помощник Фондорина. И в этой книге он становится продолжателем. Но я не буду вам рассказывать содержание этой книги, потому что она настолько интересна и увлекательна, что нехорошо, если я сейчас буду об этом говорить. А кругом у меня столько книг о Японии, потому что, открыв эту книгу, она не только уникальна по содержанию, но она еще и очень интересно оформлена. Здесь большое количество и черно-белых иллюстраций, посвященных истории Японии. И даже есть вот такие красочные цветные иллюстрации. Ну, а уже раз речь зашла про Японию, я не могу вам не представить вот такого изобилия книг о истории Японии, которые есть в нашем фонде. Это, конечно, искусство Японии, вот такая вот громадная энциклопедия. И Гусида – это кодекс чести самуряев. И большая иллюстрированная энциклопедия самих самураев. Ну, и, конечно, целая серия различных справочников, посвященные и современной Японии, и целых две вот такие совершенно уникальные книги, которые посвящены истории Японии. Все эти книги вы сможете взять домой и с удовольствием вычитать. А если мы будем говорить о современном, наверное, все-таки о кинематографическом искусстве Японии, то есть у нас еще и вот такая книга – «Волшебные миры Миядзаки». Миядзаки – это известный мультипликатор, который снял целую серию мультфильмов. И книга – это тоже очень-очень интересно. Здесь подробно разбирается история практически всех мультфильмов, которые Миядзаки снял. Так что вот можно прийти к нам в библиотеку. Ну, и, конечно, Япония как без гейши никак не может обойтись. Про гейши у нас тоже очень интересная книга с иллюстрациями, с подробными планами, с средневековыми такими воспоминаниями, как появились гейши, что же это все-таки были за женщины. Так что вот у вас есть что почитать. Ну, и в заключение, так как я все-таки говорила о бестселлерах, которые больше всего читаются в этом году, книга, не относящаяся к Японии, но книга, которая пользуется колоссальным сейчас спросом в Литресе, на нее стоит в очередь, это последняя книга, которую написала Татьяна Устинова. А называется она «Камея из Ватикана». Так что вот такие у нас две замечательные новинки из художественной литературы Борис Акунин и Татьяна Устинова. Мы ждем вас за книгами.